Добрый день, уважаемые коллеги! Команда InvestFuture с вами, я Кира Юхтенко. После резкого обвала российского рубля в начале августа в нашу редакцию поступило немереное количество вопросов, очень однотипных. Первый тип вопроса – стоит ли продавать валюту на текущих уровнях? Второй тип вопроса – стоит ли покупать валюту на текущих уровнях? Поэтому мы решили сделать отдельный подробный ролик, я постараюсь компактно изложить свое видение этого вопроса. Итак, давайте начнем с продажи. Я понимаю, что есть люди, которые вошли на валютный рынок, когда доллар и евро стоили существенно дешевле, чем сейчас. И вот сейчас у этих людей получился некий хороший валютный заработок, и они думают, что же им делать – закрывать позиции сейчас или пожадничать и продать валюту немного попозже, когда она будет стоить дороже. Друзья, но здесь, конечно, многое зависит от ваших целей. У меня позиция такая – я американскую валюту и европейскую валюту покупаю регулярно каждый месяц, потому что мы с вами помним, что мы, как финансово грамотные люди, 10% от своего дохода ежемесячно откладываем, и половину от отложенных денег я стараюсь регулярно конвертировать в валюту, и вам также советую. Я держу валютное накопление, наращиваю портфель, и я не планирую выходить из доллара до тех пор, пока он не будет стоить по крайней мере 80 рублей за одну единицу американской валюты. Может быть, даже и в этом случае не буду выходить, но минимальная планка – это 80. Ставьте лайк, если вы придерживаетесь такой же точки зрения, ждете доллар по 80. Если у вас какие-то другие по этому поводу ожидания, то пишите в комментариях, какие и почему. Поэтому, друзья, еще раз возвращаюсь к продаже валюты. Если у вас есть валютный, сейчас вот такая незакрытая валютная прибыль, назовем это так, вам нужны российские рубли в ближайшее время, то да, почему бы сейчас в такой вот краткосрочной перспективе не продать валюту по достаточно выгодному курсу. Но если вы рассматриваете долгосрочную перспективу, то, на мой взгляд, сейчас абсолютно нет смысла выскакивать из иностранной валюты, потому что российский рубль в силу большого количества причин выглядит очень уязвимо в ближайшие несколько лет, и в 2019, и в 2020 году. Почему? Это уже тема для отдельного ролика, но перечислю основные причины. Это нестабильность нефтяных цен, это отсутствие структурных реформ в российской экономике, что тормозит наше развитие безудержно. Это, безусловно, ужесточение монетарной политики ФРС, что приводит к оттоку капитала с развивающихся рынков, и российская экономика здесь будет одним из самых сильных пострадавших. Поэтому нет, в долгосрочной перспективе избавляться от валюты я, честно говоря, смысла сейчас не вижу. Второй вопрос. Стоит ли сейчас покупать валюту? Друзья, здесь я вас хочу предостеречь. Конечно, есть огромный соблазн броситься сейчас в обменник или там в какие-то другие финансовые институты, и вот кажется, что вот сейчас рубль там почти 68, а вдруг будет 75 через несколько недель. Дай-ка я сейчас долларов прикуплю, сложу под матрас. Друзья, я вас настоятельно предостерегаю от таких поступков, потому что у нас сейчас доллар уже очень сильно перекуплен, потому что на прошлой неделе был очень резкий рост за короткое время. После такого сильного движения на рынке всегда следует откат вниз, и, на мой взгляд, мы вполне можем скорректироваться к отметке 66,65 еще в августе 2018 года. В целом у нас рабочий диапазон на ближайшие три месяца это 65,70 по американскому доллару. Вернуться ниже отметки 65, то есть к июльским уровням, на мой взгляд, пока у нас не получится, потому что мы ждем выборов в Конгресса США, которые пройдут в ноябре, и вплоть до этого мероприятия у нас будут большие риски того, что санкционная риторика может усилиться. Поэтому все-таки рубль будет оставаться под давлением, но с другой стороны, я бы вот в короткой перспективе все-таки не опасалась того, что доллар там уйдет на 75 в ближайшие несколько недель, потому что, конечно, санкции звучат очень угрожающе. Конечно, последствия мер, которые предлагаются во внесенном в Конгресс законопроекте для российской экономики, могут быть очень и очень чувствительными, особенно это касается тех мер, которые могут ограничить работу российских банков в США и вообще на западных рынках, то есть пострадает Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк и наши другие титаны. Да, все это звучит не очень хорошо. Запрет на оборот российского госдолга тоже очень плохая, неприятная история. Но нужно понимать, что санкции, в первую очередь, это не действия, направленные против России. Это элементы внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах Америки. Республиканцы и демократы пытаются поделить между собой влияние перед выборами в Конгресс в 2018 году, и Россия здесь оказалась в роли вот такого козла отпущения. Поэтому вполне вероятно, что в том виде, в котором мы сейчас выделили этот законопроект, он принят не будет. Он будет элементом торга, и в ходе дипломатических переговоров вполне возможно будут достигнуты какие-то договоренности, которые устроят как российскую, так и американскую сторону. И в итоге мы увидим, что текущая реакция рубля оказалась, ну, в общем-то, излишней, чрезмерной. И хочу в этом контексте напомнить вам людей, которые в 2014 году побежали покупать доллар по 70 и даже дороже. Многие люди до сих пор в этой своей валюте сидят, хотя им, казалось бы, нужны были бы уже рубли, но вот они не очень понимают, что делать, фиксировать убыток или нет. Вспомните также людей, которые в 2014 году бросились купать микроволновки или телевизоры в ожидании того, что эта вся история резко подорожает. Теперь не знают, куда эти свои микроволновки ставить. Поэтому будьте осторожны, не совершайте слишком резких движений. Я вам хочу напомнить, что мы все живем в таком информационном медиамаркетинговом поле, если можно так выразиться. СМИ, финансовые консультанты, финансовые компании, разнообразные биржи, разнообразные советники, конечно, пользуются вот этим информационным поводом, раздувают шумиху, потому что все эти люди зарабатывают на росте волатильности. Чем больше волатильность, тем больше интереса к этой тематике, да, и, соответственно, люди могут там вот пойти какие-то действия совершить, финансовые консультанты заработают на комиссиях, биржи заработают на комиссиях, СМИ заработают на росте трафика, читаемости статей. Но нужно понимать все-таки, что рынок – это существо очень эмоциональное, оно резко реагирует, но также оно иногда и достаточно быстро отходит. Поэтому давайте понаблюдаем за тем, как будет развиваться ситуация на валютном рынке. Мы на InvestFuture обязательно будем держать вас в курсе всех последних новостей, поэтому если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно сделайте это. У нас выходят еженедельные обзоры по курсу американского доллара, а также мы каждую неделю рассказываем о биткоине и также публикуем полезные обучающие ролики для повышения вашей финансовой грамотности. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие полезные ролики. И, конечно же, наградите нашу команду лайком, если вам было полезно наше сегодняшнее включение. Ставьте лайк под этим видео на YouTube. С вами была команда InvestFuture, меня зовут Кира Юхтенко. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!